Отмечают свой праздник там же, где все начиналось. 12 ноября 1905 года в Пушкинском народном доме, сейчас с ТДК железнодорожников, где и прошло торжество, собрание рабочих типографских предприятий послужило началом образования профсоюзного движения в Самарской губернии. Вскоре профессиональные союзы стали создаваться и на других предприятиях. И 75 лет назад появилась Федерация профсоюзов Самарской области. Сейчас в профсоюзных рядах региона состоят более полумиллиона человек. В честь праздника лучших специалистов области защиты прав трудящихся наградили благодарственными письмами и памятными знаками. Приветственные слова от губернатора Дмитрия Азарова зачитала региональный министр труда Ирина Никишина. Этот праздник объединяет людей всех поколений, ветеранов профсоюзного движения, которые стояли у его истоков, действующий актив и профсоюзную молодежь, которая примет эстафету развития профсоюзного движения. Я искренне благодарю вас за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие Самарской области. Поздравления с праздником прозвучали и от председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова. Он отметил, что когда сотрудники защищены, то и работу они выполняют лучше. Область красивая, область чистая, область убрана, область работает, несмотря ни на что. И хочу всем пожелать здоровья, всем пожелать счастья, что у вас все было дома хорошо, что было все на работе хорошо. Самарских коллег поздравили и специалисты Федерации независимых профсоюзов России. От этой организации за продуктивную совместную работу нагрудный знак «За содружество» получила и глава Самары Лена Лапушкина. В этот замечательный день я должен выполнить поручение нашего руководителя, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Юрьевича Шмакова, и передать вам слова поздравления с вашим праздником, 75-летием, и пожеланиями успехов в вашей дальнейшей, очень нужной для людей работы. А завершилось торжество праздничным концертом. Музыкальными номерами сотрудников отрасли поздравили самарские творческие коллективы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.